Всем привет! Время сайтов фан-шефа. Я Дмитрий Орловский, бренд-шеф кулинарный супер-рилет. Сегодня мы будем готовить замечательный завтрак. Поехали! На завтрак у нас будет гранола. Гранола это тоже самое мусли, популярно очень в Америке, запеченное. Очень легко готовить. Для многих это, конечно же, проще купить, но я скажу, как это приготовить. Смотрите, в состав входят овсяные хлопья, орехи, семечки, что угодно можете положить, и сухофрукты или цукаты. Из жидкого составляющего здесь будет масло растительное и мед. А еще мы добавим несколько специй, но это попозже. Итак, для начала нам понадобится растительное масло. Я возьму оливковое и кунжутное. Это очень вкусно. Добавляю оливковое масло. В общей сложности нам нужно будет 2 столовые ложки. Оливковое и кунжутное. Кунжутное имеет очень такой, знаете, сногсшибательный ореховый аромат. Все это дело будем нагревать с медом. Если у вас аллергия на мед, вы можете использовать кленовый сироп. В общей сложности грамм 100. Я вам не буду давать четкий рецепт, вы здесь можете делать все по вкусу своему. Запомните, разве что овсяные хлопья, орехи и сухофрукты – все один к одному. Итак, в кастрюле мы видим мед и масло. Нужно все это соединить и аккуратно нагреть. Ни в коем случае не доводите до кипения. Никому это не нужно, здесь очень полезные витаминчики, метроэлементы. Нужно их сохранить. Мешаем. Вот мы видим, что мед и масло – это уже одно единое целое. Это прекрасно. Классный аромат. Выключаем нагрев и добавляем наши овсяные хлопья, орешки и сухофрукты. Все аккуратно перемешиваем. Мы видим, что все начинает как бы слипаться, но тем не менее масло нам не даст полностью всему соединиться. Самое время добавить специи. Специи у нас будут следующие. Это будет молотая корица. И здесь у меня кардамон и гвоздика. Прямо целые зернышки. Гвоздика и кардамон. Все, включаем. Мы никогда не замельчим это все до однородного состояния, и поэтому мы можем все это просеять через сито. И уйца, пин, летит. Она очень ароматная. Не дышите, очень резко. Так, перемешиваем. Разравниваем ровным слоем. Так будет лучше все пропекаться, прожариваться. Все, почти готово. Ганула будет готовиться 30-40 минут, но ее можно сделать заранее, и вы можете ее использовать в течение целого месяца. С утра, представляете, с йогуртом или молочком. Очень замечательно. Отправляем в духовой шкаф. 150 градусов, 30-40 минут. Ну, вот, теоретически поглядывайте, помешивайте. Готовность определяем по цвету, по золотистому цвету. Вперед. 150 градусов. Через 15 мы проверим. Наша грана запекалась 30 минут до золотистого цвета. После ей нужно обязательно остыть. И отправляем ее в банку под плотно закрытую крышку. Таким образом, не будет впитывать влагу и будет храниться около 3 недель. Когда вы приготовите свою первую гранулу, вы уже не остановитесь, будете готовить дальше, экспериментировать, потому что это очень натурально, полезно и вкусно. Берите этот совет на вооружение. Кулинарная судья Ред. Территория вкусных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова